здравствуйте это вопросы доктору и я врач интенсивный терапевт владимир хиновкер сегодня отвечаю на вопросы деликатного характера что делать при недержании когда через каждые 2-3 часа хочется в туалет как это лечится боюсь что вопрос не очень корректно сформулирован и мне тяжело дать четкий совет этому пациенту потому что если это мужчина и у него частые позывы к мочеиспусканию возможно он страдает аденомой простаты и ему нужен уролог если эта женщина и у нее недержание мочи то скорее всего речь идет о слабости сфинктера и это могут быть возрастные проблемы и тут тоже стоит обратиться к урологу при легких способах помогает гимнастика гимнастика кегеля но есть и различные препараты которые повышают тонус сфинктера также операции которые выполняют пластику тазового дна и улучшают удержание мочи у женщин уважаемого возраста пожалуйста ваш врач уролог обратитесь к нему он вам поможет у мужчины зуд и жжение в заднем проходе и половых органах есть все анализы но врачи не могут найти причину куда обращаться в таком случае скорее всего в данном случае идет речь о хронической тазовой боли если ваши проблемы длятся достаточно долго больше двух трех месяцев в этом случае вам стоит обратиться в центр лечения боли поскольку у вас есть жжение то это боль называется нейропатической в любом случае при обращении мы попросим вас принести обследование от уролога и проктолога в которых будет написано что ни первый ни второй никаких проблем со здоровьем у вас не видит и не знает что им лечить вот в этом случае специалист по лечению боли будет эффективен и найдет правильные способы лечения медикаментозные или интервенционные при запоре доктор прописал слабительное но лекарство не помогает что делать если какие-то слабительные которые вам описал врач не помогают в назначенной дозе самый простой простой способ это увеличить дозу слабительных ну например вам назначили дюфалак и вы просто увеличиваете дозу до тех пор пока ваш стул не станет плохо оформленным скажем так кашицеобразным большое количество заболеваний может сопровождаться запором кроме того запор а он в медицине называется обстепация может сопровождать может быть побочным эффектом приема некоторых лекарственных препаратов например обезболивающих сильных опиоидов и других препаратов так вот общие принципы борьбы с запором простые нужно пить больше жидкости нужно больше двигаться потому что запор это ленивая кишка и физическая активность повышает работу в том числе и писта в том числе и перистальтику кишки нужно поставить на стол миску с черносливом и ча и в течение дня несколько раз хотя бы брать по одной по две-три штуки черносливины ну и стараться правильно сбалансировать свое питание так чтобы в нем было больше клетчатки для того чтобы в кишке был больше объем каловых масс все вместе это принесет успех но если ваш запор длится больше пяти семи дней боюсь что может идти речь о таком хирургическом заболевании как каловый завал и нужно обращаться в хирургический стационар